Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, что же из себя по факту представляет Android разработка. Это все-таки больше про фронтенд или про бэкэнд. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне. Если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно. Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ. Если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Итак, нам нужно начать наше видео с разбора, что такое фронт-энд и что такое бэк-энд. Если мы берем абсолютно любой продукт, который есть на рынке, веб-приложение, сайт, либо мобильное приложение, то есть какой-то сервис, которым вы пользуетесь, либо в онлайне, как через сайт, либо устанавливаете к себе на компьютер, либо к себе на смартфон, есть какой-то продукт, сервис, которым вы пользуетесь. И у этого продукта есть две стороны. Есть сторона внешняя, то есть визуал, то есть которым вы непосредственно как пользователь работаете. Есть сторона внутренняя, бэк-энд, которая находится на невидимой стороне и то, что находится под капотом. То есть, например, вы кликаете по кнопочку и у вас какой-то добавляется функционал. Сам внешний вид и само событие нажатия это внешняя часть, которую вы видите, а то, что происходит после нажатия, все бизнес-процессы, все расчеты, это внутренняя, подкапотная часть. Так вот, внешняя часть это фронт-энд, внутренняя, подкапотная часть это бэк-энд. И тут возникает вопрос, а вот мы берем андроид-разработку, а андроид-разработка это что, фронт-энд или бэк-энд? Ну, давайте смотреть. По факту мы создаем мобильное приложение и мы определяем внешний вид этого мобильного приложения. Мы настраиваем его внешний вид, визуальный интерфейс и записываем какие-то данные, которые к нам приходят откуда-то с другого места и мы эти данные, что мы берем эти данные, мы эти данные получаем, формируем и отображаем. И иногда в некоторых случаях даже даем возможность редактировать эти данные в очень исключительных случаях. И что мы получаем? Что смотрите, визуал, запрос на получение данных, получение данных, обработка и отображение, по факту это все фронт-энд, но мы эти данные откуда-то получаем. Вот тот сервис, который нам предоставляет эти данные, это бэк-энд. Банальная просто ситуация. Отображение в мобильном приложении погоды в конкретном регионе. Эти данные и есть готовые сервисы, которые предоставляют эти данные. И эти сервисы предоставляют нам эти данные благодаря бэк-энду, который написал разработчики этого сервиса. То есть в данном случае ваше мобильное приложение это исключительно фронт-энд. По факту андроид-разработчики никогда бэк-эндом по факту-то и не занимаются. Если, допустим, разрабатывается мобильное приложение для того же интернет-магазина. Есть андроид-разработчики, которые делают андроид-приложения. Есть iOS-разработчики, которые делают iOS-приложения. Есть веб-разработчики, в данном случае фронт-энд-разработчики, которые делают сайт, да, визуал сайта. Но что андроид-приложение, что iOS-приложение, что сам веб-приложение, то есть сам сайт должен наполняться данными, иначе оно не имеет смысла. То есть мы делаем визуал, откуда нам взять данные. А где-то в стороне есть некое такое пространство, которое работает с базой данных, то есть тот самый бэк-энд, который предоставляет данные одновременно и в iOS-приложении, и в Android-приложении, и в веб-приложении. И это единая база. Если что-то меняется в веб-приложении, то есть мы заказали какого-то товара, и товара стало меньше, то это количество товара меняется и в веб-приложении, и в iOS-приложении, и в Android-приложении. То есть как мы работаем следующим образом. То есть есть несколько сущностей. Это фронт-энд-разработка, это есть у нас несколько сущностей. Это веб-приложение, которое у нас представлено фронт-энд-разработкой, то есть визуал по факту сайта. Есть Android-приложение, есть iOS-приложение. И в эти все сущности у нас поступают данные с единого бэк-энда. То есть по факту, чтобы создать нам такую инфраструктуру, нам нужен фронт-энд-разработчик, нам нужен Android-разработчик, нам нужен iOS-разработчик, нам нужен бэк-энд-разработчик. То есть это разные специалисты, это разные специальности, это разные сферы, и там разные технологии используются. И отвечая на вопрос, может быть преждевременно, что же такое Android-разработка, на 80% и в большинстве случаев это исключительно фронт-энд-разработка. Потому что мы, как правило, Android-разработчик не разрабатывает бэк-энд, он просто использует уже готовые данные, которые для нас подготовили бэк-энд-разработчики. Но вы скажете, ну мы же работаем с базой данных SQLite на устройстве через библиотеку Room. Вот это вот все напоминает мне, скажем так, Redux в React, то есть в фронт-энд-веб-разработке есть свое хранилище. То есть не обязательно хранить все в базе данных на сервере, есть свое хранилище Redux и MobExpon еще есть. Так вот, мне вот эта библиотека работы с библиотекой Room напоминает то, что мы делаем в React через Redux. И по факту это хранилище, да, профессиональная база данных, это MySQL и Postgres, где это реляционные базы данных. Об этом будет отдельное видео. И по факту SQLite это такое небольшое локальное хранилище. Я очень часто разговариваю с сеньорными товарищами, которые... Я очень часто у них заметил одну и ту же логику. Они мне все заявляют, что вообще никакие данные в приложении не нужно хранить. Приложение должно отрисовывать определенные данные и давать возможность, давать якоря, по которым можно эти данные изменить. А якорями являются вот самые кнопки, на которые может пользователь нажать и что-то поменять. И мне вот, я посмотрел, очень много сеньорных товарищей мне очень часто говорят одну и ту же вещь, что по факту мобильное приложение не должно вообще не хранить никаких данных. Оно может передавать данные между собой, между фрагментами, но глобально хранить вообще никакие данные не должна. Мобильное приложение не должно никакие данные хранить. Оно должно пользоваться данными из бэкэнда и работать с бэкэнда. И вот мы приходим все-таки к тому суждению, что Android разработка это исключительно фронтенд разработка Не бэкэнд разработка, это исключительно фронтенд разработка Хотя многие поспорят, и я раньше тоже по-другому думал и считал Но по факту, если брать современную разработку, у нас есть какой-то сервис Мы этот сервис хотим предоставить в виде веб-приложения, в виде мобильного приложения И для того, чтобы у нас все это была единая система, у нас должен быть один источник поставки данных Это один бэкэнд И мы разрабатываем бэкэнд, который идет в отображение и в Android, и в iOS, и в Web Но вдруг, если вы решите создать собственный бэкэнд Вы, как я уважаю таких людей, сам индивидуальный разработчик Не работаете ни на компанию, ни на себя И вы хотите написать свой бэкэнд Какую вам технологию выбрать? Если вы пойдете смотреть, на чем бэкэнд пишется Конечно, есть очень... даже на Kotlin его можно написать Но это не востребовано совершенно Потому что есть свои стандарты по разработке на бэкэнду Если вы посмотрите, есть хайповый, модно развивающийся JavaScript С его Node.js и фреймворком Express Есть у нас, конечно же, классический, стандартный По моему мнению, самый лучший для бэкэнда Для веб-бэкэнда То есть для бэкэнда с целью веба То есть с целью предоставления данных веб-приложения и мобильных приложения Для таких целей идеально подходит PHP С его фреймворком Laravel Почему идеально подходит? Потому что это единственный язык, который был создан Это единственный язык, который был создан именно для этих целей Ни один другой язык именно для этих целей не был создан PHP был создан именно для этого Он ни для чего другого не подходит Он подходит исключительно для этого Дальше, если вы посмотрите Этот есть Python С его фреймворком Django Кстати говоря, насчет Python Я к нему очень скептически отношусь Потому что, да, если вы посмотрите рейтинги То увидите, что Python Один из самых популярных языков Но если вы посмотрите, кто им пользуется больше всего То увидите, что им пользуются в основном Не программисты, а дата-сайентисты И вообще, кто-то с большими данными работает Ну, вот, собственно, да Есть более специфические GoLang, там вот это вот все Но это не особо к нам подходит Вот основные, да, направления Python, Django, JavaScript, Node.js И PHP, Laravel Но если вы посмотрите, что Для того, чтобы вам развернуть Node.js с JavaScript Развернуть на сервере На готовом хостинге Виртуальном Чтобы получать данные по сети Или Python, Django То вам нужно Изучать много дополнительных вещей А именно о том Нужно именно изучать то Как работает сервер Докер И вот эти все Скажем так Девопсовские технологии Но когда мы говорим про PHP Если вы решаете разрабатывать свой бэкэнд Для вашего мобильного приложения То, конечно же, идеальный вариант Там будет PHP И Laravel Я уже не говорю о том Что можете вообще фреймворк не использовать Писать на GoLang PHP Но я вас прошу Сырые запросы SQL SQL запросы Вы не пишите Используйте Такую вещь Как PDO Загуглите Там все очень легко Итак Ну это В удобном формате И дать якоря Пользователю Возможные Если это нужно По изменению этих данных Вот и все Все очень просто На сегодня у меня все С вами был проект Mabu До встречи На следующих уроках Всем пока